Братья и сестры, всех приветствую. Перед нашей общей молитвой мне хотелось бы коротко обратить наше внимание на Слово Божье, для того, чтобы настроились мы, потому что сегодня особенный день, день воспоминаний о страдании нашего Господа. Поэтому мое желание сегодня прочитать книгу пророка Исаия, 53 главу. Прочитаем мы ее всю. Книга пророка Исаия. 53 глава. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он остезуем был, но страдал добровольно, не открывал ус своих. Как овца веден был Он на заклание, и как агнец предстригущим Его безгласен. Так Он не отверзал ус своих. От усы суда Он был взят, но род Его кто изъяснит? Ибо Он отвергнут от земли живых. За преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву милостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был. Тогда как Он понес на себе грех многих, из-за преступления, из-за преступников сделался ходатаем. Мое желание сегодня, братья и сестры, обратить ваше внимание свое на пятый стих. «Но Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Знаете, мы живем сейчас в такое время, и слышишь от всегда, может быть, это уже с возрастом, как-то всякий раз, когда мы сталкиваемся и спрашиваем, мы спрашиваем о здоровье. Мы спрашиваем, как ты живешь, как у тебя здоровье и прочее. Знаете, сегодня люди говорят, что стало настолько много больше и больше с каждым разом всяких заболеваний, которые нужно лечить. И мы стараемся найти лекарства. Мы стараемся найти то, что подходит нам, доктор нам прописывает и говорит, это поможет тебе от твоей болезни, от твоего недуга. И мы начинаем принимать, имея веру, принимая этим. Ну, знаете, там вот бывает всегда на табличке, на labels, вот на этом, написано мелким шрифтом, какие побочные эффекты могут быть. И тогда, когда мы лечимся от чего-то, от одного, мы находим, что мы поражаем другое, и мы начинаем лечить другое, и всякий раз мы ищем и ищем для того, чтобы исцелиться, для того, чтобы получить, чтобы тело наше было здоровое, чтобы мы могли чувствовать себя хорошо. Но не всегда так получается. Но это в нашей земной жизни, этих болезней столько много. Знаете, есть более сложнее, есть то, что внутри нас, и Слово Божие повествует нам о духовных болезнях, о тех, которые мы несем на протяжении жизни, которые сопровождают нас, от которых мы хотим избавиться. Может быть, знаете, маловерие, ропот, непослушание Богу, знаете, неблагодарность, равнодушие. Это те болезни, которые сопровождают нас. Часто мы бываем, встали с утра, как говорят, не с той ноги, и мы уже начинаем роптать, мы недовольны чем-то, мы недовольны, что жена что-то сказала, недовольны чем-то, что муж сказал, проявляется ропот, негодование на детей. То есть, вот это все мы несем, и мы думаем, это нормально. Жизнь человека так проходит, и мы думаем, что это норма для нас. Но это не норма, это те болезни, которые должны уйти из нас, которые не должны сопровождать нас в протяжении нашей жизни. Потому что, когда мы читаем Слово Божие, оно говорит конкретно, радуйтесь всегда в Господе. Если мы радуемся всегда в Господе, то в жизни своей мы должны проверять, проверять, что сопровождает нас, от чего нам нужно избавиться, какие духовные болезни должны быть исцелены в жизни нашей. И вот здесь в Слове Божьем мы находим вот это благословенное средство, которое Господь оставил нам. Это раны нашего Господа Иисуса Христа. Раны Иисуса Христа. Пророк говорит, что ранами Его мы исцелились. Когда мы рассуждаем о ранах Христа, мы с умилением смотрим на них, потому что там заложена наша жизнь. Раны Христа, они свидетельствуют о тяжести, я еще раз хочу сказать, о тяжести нашего искупления, моего искупления и твоего искупления. В 52 главе, 14 стих, пророк Исаия пишет, «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько было безображен пачи всякого человека, лик его, и вид его пачи сынов человеческих». Может быть, для молодежи непонятно слово пачи, это «более», то есть это представлен пророком так, как будто не было подобного человека, который был бы обезображен, так как и был обезображен Сын Божий. Более всякого человека был обезображен. Знаете, раны, они причиняют всякому человеку страдания. Они не изглаживаются бесследно, раны, потому что они оставляют шрамы. Наши физические раны, которые мы имеем на теле своем, они оставляют шрамы. О чем они могут свидетельствовать? Они могут свидетельствовать о многом. Они могут свидетельствовать, может быть, для кого-то о бывших войнах, когда человек прошел через определенные условия жизни, попадал под какие-то обстоятельства, где остались у него раны, и после этого остались шрамы. Знаете, может быть, эти шрамы свидетельствуют о бедствиях, когда человек попадал в стихийные бедствия, и эти раны остались у него. Знаете, они имеют свою биографию. Всякие шрамы, когда мы смотрим на теле, на своем, они имеют свою биографию, мы можем о чем-то рассказать. Может быть, они свидетельствуют о каких-то подвигах, когда человек старался помочь кому-то, спасая кого-то, сам пострадал. Имея, были нанесены эти раны, остались шрамы, и он может рассказывать и с умилением говорить, «Я сделал то-то и то-то, сделал подвиг, спасая жизнь кого-то, остались шрамы». Ну, знаете, бывают эти шрамы, напоминают нам и о ссорах, напоминают нам о драках, напоминают нам неприятности, когда мы смотрим и сожалеваем о том, что это произошло, о том, что это произошло в жизни нашей, но шрамы, которые остались на теле нашем, они говорят нам, может быть, о печали. Раны Христа свидетельствуют сегодня каждому из нас об искуплении, об искуплении всего рода человеческого, об искуплении человека, такого, как я и ты, ранами которого Господь исцеляет. Раны Христа, они врачуют все, все греховные заболевания. Часто человек приходит и говорит, «Разве может Бог простить меня? Я совершил столько, и столько, и столько беззакония и зла. Я столько сделал зла тем людям, которые окружали меня. Разве может Бог мне простить?» Знаете, нет ни одной болезни, нет ни одного случая, которого бы не мог простить Господь, потому что ранами врачуются все греховные заболевания, абсолютно все греховные заболевания. Давайте посмотрим на учеников. Давайте посмотрим на тех, которые уже видели Христа воскресшего, но среди них был тот, который не видел. Собрались все одиннадцать в горнице, закрылись от опасений от иудеев, и среди них находится Фома, у которого тоска внутри, который видел Христа распятого, обезображенного, как пророк говорит, пачи всякого человека. Он видел, может быть, со стороны, и в страхе не верит теперь тем, которые говорят ему, мы видели Христа воскресшего. У него сомнения. Он говорит, пока не увижу, не поверю. Вот это сомнение человека, сколько сегодня сопровождает, скольких людей сопровождает, вот это сомнение, которые говорят, да разве может быть, да разве возможно это. И вот этот человек, Фома, находится среди учеников, они радуются, а он в печали. У него сомнения, он не верит. И является Христос. Является среди них и говорит, Фома, подойди ко мне. Подойди ко мне, я исцелю тебя. Дай твои руки, дай твои персты, вложи в раны мои, посмотри. Господь исцеляет. Господь исцеляет. Знаете, сегодня мы не будем говорить о многих наших греховных проступках и как они врачуются. Мы понимаем, что только там у Голгофы, там у Креста человек получает освобождение от всего, что несет он в процессе жизни своей. То, что тяготит его, то, что гнетет его, знаете, может быть гордость, может быть другие пороки, которые сопровождают его, и он не может избавиться. И мы думаем, что это нормальная жизнь. Мы так и живем, и проходят годы, и проходят, и приходят к старости, а мы остаемся со своими пороками. Нет, Господь хочет исцелить, очистить и освободить нас. Мы смотрим сегодня на раны Христа, которые свидетельствуют нам, знаете, о великих, о делах его, и о великой любви Божией, которую он явил в Сыне Своем. для нас. Однажды Христос находился с учеником, тайным учеником, можно сказать, с Никодимом, и тот задавал ему вопросы, и Христос говорил ему многое, отвечал ему. И когда подошли к тому вопросу, как это возможно, человеку снова родиться, как можно человеку освободиться, Христос объяснил ему. И мы читаем знаменательные вот эти слова, которые остались нам в Евангелии Иоанна, 3 глава, где Христос говорит, что дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Раны Христа, они свидетельствуют нам о крови, которая стекает и омывает всякий грех. Всякий, приходящий сегодня, получает это прощение, получает это избавление. Всякий, хотящий сегодня исцелиться от своих пороков, в ранах Христа он получит это исцеление. Мы могли привести сегодня множество примеров мучеников, которые умерли за правду, которые пострадали. Но знаете, имена их, они остались просто где-то записаны в каких-то списках, в книгах. Но смерть Христа, она будет сиять вечно, потому что Он умер за грехи наши и за грехи всего мира. Раны Христа, братья и сестры, это книга с нашими именами. Там, на дланях, на его ладонях, где пробитые были гвоздями, остались раны, где записаны наши имена. Потому что в 49-й книге, в 49-й главе пророка Исаия, 16-й стих, мы читаем, что «Я начертал тебя на дланях моих». Имя каждого спасенного записано на этих пробитых ранах, пробитых руках, ранах Христа, ибо ранами Его мы исцелились. И Он начертал наши имена на дланях своих. Это исцелительная сила нашего голгофского страдальца, нашего спасителя. Сегодня есть у нас о чем помолиться и поблагодарить Господа, потому что в ранах Его наше исцеление. И всякий, желающий получить это исцеление, и приходящий к Нему, Он получает. Так просто. Сегодня есть возможность, если есть желание, склонив колени, поблагодарить Его за спасение и искупление, за подвиг, который был совершен ради Тебя и ради меня. Пусть Господь благословит нас в этом. Склонившись, будем молиться. Аминь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова